приветствую вас дорогие друзья с вами я анастасия час сегодня четверг 13 октября и это очередной обзор по основным валютным парам на экране у нас пара евро доллар какие ожидания у нас на сегодня по этой паре давайте посмотрим что нам дневной там показывает график до показывает нам что они идут на пересечении то есть возможно все таки мы сегодня закончим как говорится падение вниз закончим нисходящий тренды развернемся немножечко откатим вверх пока что видите мы находимся ниже разворотной линии дня это 113 36 мы ее протестировали сегодня видите пришли протестировали и от нее оттолкнулись как бы закрепились ниже и сейчас видите пришли откатили сюда отработали вот moving и идем возможно но пока мы находимся ниже разворотной линии дня хотя хочу сказать что во многом внутри дня движение зависит вот от волшебного индикатора который на минутках видите красные линии пока что вот мы ее постоянно тут уже в течение некоторого времени вот ее тестируем то снизу вот пробиваем за чуть-чуть то опять откатываем то пробились вверх и вот откатили к ней пока что мы находимся сейчас чуть выше так что возможно мы еще придем вот сюда на уровень 1 102 30 где-то может даже чуть выше и вот здесь видно будет тоже пробьемся мы закрепимся выше значит пойдем опять тестировать пивот так сказать разворотную линию дня это 1103 38 ну а здесь уже над смотреть если уверенный будет пробой и закрепление выше то тогда возможно и все таки мы развернемся тренд после где-то после обеда станет восходящим то есть развернемся пойдем наверх ну а пока что находимся ниже разворотной линии дня но выше вот красного волшебного индикатора ну возможно что мы будем скажем так тидипаться пока еще в этом диапазоне в диапазоне между 101 101 42 где-то и один 103 38 40 вот где-то вот так пока что ну может быть чуть чуть ниже чуть чуть выше а вообще вот цель если взять первоначальное после разворотной линии дня не будем забывать что все таки они все идут вслед за ценой то есть поэтому она меняется но на данный момент пока что если посмотреть это стоить 495 но если учитывать что так она идет по наклону то где-то возможно 104 пока вот так вот чуть выше разворотной линии дня и соответственно это нами на пяти минутках и вот на пятнашках у нас скопление мувингов на уровне 1 110 32 ну а дальше цель вот она 113 25 кто его знает возможно и за сегодня мы можем откатить сюда и отработать все вот это и даже выше 117 где-то вот так вот возможность за один день ну а возможно и в течение там сегодняшнего завтрашнего дня потому что на днях все-таки показывает что вроде все же мы думаем развернуться наверх то есть сменить тренд на восходящий ну и имеется ввиду в течение дня сегодня возможно завтра вот такие ожидания у нас по паре евро доллар следующая пара у нас доллар франк пара у нас доллар франк и вот посмотрите какие ожидания у нас по этой паре давайте переключимся на днях и посмотрим что нам показывает но показывать что мы тоже идем на пересечении и возможно сегодня тоже вот видите что идем вниз поэтому тоже вот наш находимся на разворотной линии дня это 1 на 980 904 вот и такие вот пробелии и оттолкнулись и пока еще не закрепились ни выше ни ниже вот как бы находимся на уровне разворотной линии дня мы ее тестируем но я предполагаю что мы можем еще что мы можем сюда еще откатить надо отработать вот скопление мувингов это где-то 0 989 88 ну возможно чуть ниже чуть выше ну и можем и отсюда дальше продолжить движение вниз следующая цель у нас где-то видите вот мувинги скапливается следующая цель у нас 987 0 и 9 ну 987 10 следующие дальше по волнам я вам говорю прямо следующее это 984 65 где-то ну и вот к волшебному индикатора двигаемся 982 10 где-то в таком диапазоне пока что вот если посмотрим на минутках мы пока видите находимся ниже так что вот вполне возможно что пробьемся и пойдем вниз да потому что если посмотреть движение внутри дня то нужно отталкиваться да вот от маленького таймфрейма от минуток вот волшебный индикатор на минутках что показывает нам у нас здесь пересеклись и пока мы идем вниз ведь и но возможно мы будем еще какое-то время вот в этом диапазоне в диапазоне давайте посмотрим что здесь у нас 0 989 85 где-то ну и low где-то 0 988 20 ну возможно вот мы в этом диапазоне пока вот ну а дальше я вам говорил о цели вниз потому что все таки показывает что мы разворачиваемся ну возможно во второй половине дня ну либо к середине середине дня вот мы будем все таки более такие явная смена тренда вниз на сегодня это был у нас была у нас пара доллар франк следующая пара у нас фунт доллар следующая пара у нас фунт доллар что какие ожидания у нас на сегодня по этой паре смотрите мы пока находимся ниже разворотной линии дня это уровень 1 221 30 вот какие ожидания у нас как был день нам показывать что возможно сейчас я посмотрю но тоже самое как бы пересечения близко к пересечению нам показывает так что возможно тренд все-таки у нас тоже разворачивается вверх то есть станет восходящим на днях ну вот видите вчера был как бы восходящий вверх но мы настолько же практически вернулись назад вниз сегодня как идет как бы продолжение еще но пока мы находимся ниже разворотной линии дня посмотрим на минутках что нам показать а минутка видите показывать что мы пока что тестируем вот волшебный индикатор и тоже вот один раз его протестировали не смогли закрепиться не пробиться выше не не закрепиться вот сейчас мы его опять тестируем тоже пока не закрепились ни ниже ни выше то есть вот но идут на пересечении вот эти две у нас два мовинга посмотрим но пока что видите скопление цели вот все таки первоначальная 1 220 и дальше на 5 минут как вот посмотрим выше разворотной линии дня следующая цель у нас один двести двадцать три тридцать где-то ну а следующие один посмотрим один двести тридцать один пятьдесят где-то так вот такие цели на сегодня если мы все таки развернемся вверх и пробьемся и пойдем вот закрепимся выше разворотной линии дня это 1 22130 вот мы должны пробиться сюда вот так вот можем сюда двести тридцать один тридцать три один двести тридцать один тридцать три и откатить назад к к разворотной линии дня и продолжить движение вверх но пока что видите мы идем вниз а какие у нас цели внизу я повторюсь и говорила что свободное падение цене цели внизу никаких нет он ни на днях не на не на месяцах не на неделях ничего все цели как бы остались далеко позади вверху скажем так вот вниз пожалуйста свободное падение поэтому неизвестно еще насколько мы можем подойти вниз ну а так если предположить то это очень легко делается я вот запишу отдельное видео чтобы понимать насколько мы можем то есть увидеть насколько мы можем еще далеко вниз пойти вот это было на сегодня ну как минимум сегодня мы можем прийти обновить и либо где-то ближе к лоу который вчерашнего дня это где-то 101 на 210 35 ну либо обновить его и пойти еще ниже но пока что мы можем вполне вероятно даже пойти если будет продолжать движение вниз мы как видим все таки мы ниже разворотной линии дня но на минут как видите оттолкнулись и пошли вниз то есть можем вполне обновить вчерашний лоу а вчерашний лоу это был где-то 1 221 так 1 200 1035 вот такие ожидания у нас по сегодняшней паре по паре фунт доллар и на очереди у нас пара доллар и на пара доллар и на но вы видите что делает пара мы тестируем уже третий день даже до третий день мы тестируем волшебный индикатор и никак не прорвемся вот его коснулись и позавчера и коснулись практически его и дальше и сегодня уже опять коснулись и такой вот видите движение вниз пара доллар иена сделала откатила к разворотной линии дня на уровне разворотная линия дня у нас находится на уровне 103 800 875 103 875 видите мы пошли вниз пробили откатили к разворотной и закрепились как бы ниже но вполне возможно еще какое-то время мы будем скажем так в пара будет телепаться здесь между уровнем 103 875 и 103 565 вот возможно здесь и прежде чем продолжить движение вниз посмотрим что нам но минутки показывает видите что мы все-таки ниши волшебного индикатора так что возможно что мы будем продолжать движение вниз опять еще раз и возможно мы так сейчас посмотрим дни что нам показывает одни нам показывает что мы пока вверх движение вверх так что так что вполне вероятно что мы можем идти вверх вот сюда откатить назад до 104 180 и возможно даже выше пока что видите находимся ниже разворотной но мы можем пробиться и вот сюда потому что она как бы просится до чтобы захватить и как говорится сплести я говорю все время чтобы сплести вот эту паутинку многие называют паутинкой но как бы просится сюда надо захватить вот эти ниточки скажем линии и потянуть их дальше вниз для разворота но пока что не нам показывает еще продолжение вверх и пока мы находимся выше волшебного индикатора да можно говорить о том что еще возможно продолжать движение вверх ну по крайней мере откатить сюда мы еще можем на 104 180 вот такие ожидания у нас по паре доллар иена ну а если все таки мы будем продолжать движение вниз то вот цель внизу это 102 435 102 500 вот где-то здесь вот ну что же давайте бонусом уж столько времени давайте бонусом дам следующую пару который многие любят и в том числе одна из моих любимых тоже пар австралийский доллар в паре с американским долларом так следующая пара это австралийский доллар в паре с американским долларом какие ожидания у нас сегодня по этой паре давайте посмотрим что день нам показывает что пока мы пока мы двигаемся вниз пока мы двигаемся вниз то есть продолжение но вот смотрите разворотная линия дня это находится на 700 0 756 14 ведь мы ее прошили скажем пробились и сейчас и тихонечко идем в откат возможно опять таки потому что просится да вот скопление музей мувинга просится и мы возможно откатим сюда еще раз к этому уровню к разворотной линии это 756 13 сегодня но вы видите опять таки вот тестируем позавчера мы протестировали волшебный индикатор но пока идем вниз пока находимся ниже вот на пятнашках 15 минут как пока находимся ниже волшебного индикатора то есть как бы речи о смене тренда на неделю на несколько дней еще как бы не идет для для этого нужно пробиться сквозь волшебный индикатор пробиться вверх уверенный пробой должен быть закрепиться выше и тогда уже можно об этом говорить но на минутках давайте посмотрим тоже мы находимся ниже видите и мы идем к к волшебному индикатору да и для того чтобы внутри дня сменился тренд нужно тоже вот пробиться и закрепиться выше то есть сейчас вот если мы закрепимся выше 0 753 вот закрепимся здесь возможно дальше пойдем пробьем волшебный индикатор откатим закрепимся выше 754 30 пойдем на 755 50 где-то ну и тогда уже возможно до сегодня сменится ну пока что тренд нам показывает да что мы идем вниз вот такие ожидания но если посмотреть что какие же какие у нас цели внизу цели внизу на младших таймфреймах нету вот начать на h4 вот цель мы опять-таки вот пришли к волшебному индикатору на h4 то 753 10 и видите тестируем все зависит от того сегодня пробьемся мы ниже и закрепимся ниже 753 10 вот если мы опять таки пробьемся его закрепимся ниже значит будем продолжать движение вниз следующая цель у нас вот следующая цель у нас на h4 743 какой 55 или 6570 743 70 где-то ну возможно и ниже но пока вот следующая цель при пробое вниз вот здесь 700 4370 вот такие ожидания у нас по паре австралийский доллара в паре с американским долларов ну что ж друзья на сегодня это все и я благодарю вас за внимание подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии делитесь друзьями я вам буду очень признательна задавайте вопросы что не понимаете спрашивайте я с удовольствием с вам всем отвечу а пока я с вами прощаюсь до следующего обзора пока пока да и ураганного вам профита друзья